Всем привет, с вами Мишаня. В этом ролике хотелось бы поднять тему покупки лицензии Майнкрафта и ее актуальность. Я играю в Майнкрафт более 10 лет. Свой путь, как и все, я начинал с пиратской версии игры, но спустя полгода я приобрел лицензионный аккаунт. На то время были безумно популярны магазины, которые распродавали ворованные аккаунты по довольно низким ценам. Вариаций было множество, аккаунт с полным доступом, без входа в личный кабинет и так далее. Купив аккаунт за 5 рублей, да-да, вам не послышалось именно за 5 рублей, я проиграл на нем более 6 лет. Потом владелец восстановил к нему доступ, до этой весны мне пришлось играть на пиратке. Как вы понимаете, опыт сравнения у меня довольно большой и мне есть чем поделиться. В моем понимании, в нынешнее время лицензия утратила свою актуальность. Покупая копию игры, вы не получаете практически никаких бонусов, а добавляете себе кучу проблем. Если раньше все жаловались на рекламу в пиратских лаунчерах по типу Т-лаунчера и, например, Майнкрафт Легаси, то сейчас, в моем понимании, уж проще смириться с рекламой, чем заморачиваться, и это еще мягко сказано, с покупкой лицензии. Ведь почти все легальные способы покупки заблокированы в России. Например, даже покупка Xbox Game Pass'а, да, через костыли вы сможете ее приобрести, ну, временно, и потом снова придется лезть в эту эпопею, чтобы продлить вашу сапку. А все для чего? Почти каждый проект сейчас поддерживает возможность игры как из пиратки, так и с лицензионной копией, за исключением каких-то культовых проектов, таких как Hypixel. Ну и у него есть огромное множество аналогов. Плюс комментарий, если хотя бы раз просто так банили аккаунт на Hypixel. Так вот, в целом я не понимаю, почему люди стремятся играть на лицензии. Способ захода усложнен до невозможного уровня. Компания непонятно зачем усложнила игру огромной части своей аудитории. Да и в целом, наблюдая за последними мейнконами и реакциями общества, которые в большем ключе были негативные, вообще не понимаю, зачем вы покупаете лицензионные копии. Ведь это по сути отдавать деньги людям, которые об вас вытирают ноги. Единственным плюсом я вижу включенную Бредрок-версию при покупке Джавы. Потому что это удобная кроссплатформенность аккаунтов. Играешь ты условно с Nintendo Switch, хоп, зашел в личный кабинет с компа, поменял скин, опа, зашел с телефона на этот же аккаунт. Но, опять же, имеет ли это хоть какой-то смысл в условиях санкций и тотальных сложностях этих заходов и переходов? Решать вам. Так получилось, что этой весной у меня появилась лицензионная копия игры. Как бы я ни отнекивался, мой подписчик, Тимур, привет тебе большой, оплатил мне ключ, с активацией которого мы намучились. Приходилось использовать в том числе VPN. Ключ был куплен в магазине стримера Пятерки. Почему именно там? Это мой друг. Я знаю его с 2019 года, да и в целом могу быть уверен в том, что его товар всегда будет на высоте. Но вам мылить глаза я не хочу. Ведь огромное множество похожих магазинов, которые занимаются мошенничеством. Будьте аккуратнее, читайте отзывы, обращайте внимание на фидбэк аудитории магазина. Ссылочку на то место, где покупал аккаунт, вернее, лицензионный ключ, оставлю в описании под данным видеороликом. Про способ покупки ключа на официальном магазине, я думаю, рассказывать в принципе не стоит, потому что обойдется вам это не в маленькую копеечку. Майнкрафт подарил мне больше 10 лет счастливой игры. Кучу эмоций и не раз вытаскивал меня из состояния, мягко говоря, не лучшего. Поэтому я всей душой люблю эту игру и благодарен разработчикам за все. Но в нынешнее время я не готов поддерживать их и тратить свои деньги на компанию, которая вытерла об меня ноги. С вами был Мишаня. Увидимся на следующей неделе. Пишите свое мнение в комментариях.